Участие во встрече с президентом Владимиром Путиным приняла многодетная семья Туговых из Карачаево-Черкесии. Груз гуманитарной помощи для подразделения «Пятнашка» по поручению главы Карачаева-Черкесии из республики отправлен в зону СВО. Груз гуманитарной помощи для подразделения «Пятнашка» по поручению главы Карачаево-Черкесии. Груз гуманитарной помощи для подразделения «Пятнашка» по поручению главы Карачаево-Черкесии приняла участие во встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства исполнила обещание, данное пару месяцев назад, нескольким многодетным семьям. Они хотели посетить Москву, и такая поездка, включающая экскурсию по Кремлю, была для них организована. Сам Владимир Владимирович пообщался с гостями по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Во встрече, которая состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, также приняла участие многодетная семья Туговых из Карачаева-Черкесии, ранее награжденная орденом «Родительская слава». В ходе общения Владимир Путин назвал многодетные семьи ценностью и гордостью России и обратил внимание на то, что родители воспитывают детей в атмосфере любви, заботы, взаимоуважения, а также подают замечательный пример другим российским семьям. Напомню, что 1 июня, в День защиты детей, глава государства также проводил видео-встречу с многодетными семьями. Тогда побеседовать с президентом смогли не только супруги Резюан и Рита, но и 8 детей из семьи Туговых. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова из республики в зону СВО отправили груз гуманитарной помощи для подразделения «Пятнашка», представители которого ранее побывали в нашем регионе. Тогда с руководством республики был определен перечень потребностей бойцов для успешного выполнения стоящих перед ними задач. В Министерстве промышленности Карачаева-Черкесии собрали все необходимое, в том числе автомобиль УАЗ, средства связи, медикаменты, вещи, спальники и многое другое. После чего весь транспорт и груз был отправлен на территорию новых российских регионов. Косавтоинспекция Карачаева-Черкесии продолжает работу по предупреждению смертности на дорогах, снижению количества аварийно-опасных участков. За шесть месяцев 2023 года автоинспекторы пресекли более 211 тысяч правонарушений в области дорожного движения. Проводилось большое количество рейдовых мероприятий и профилактических выступлений по пропаганде безопасности дорожного движения. Только в средствах массовой информации размещено около 2500 материалов. Благодаря данной работе удалось улучшить обстановку на республиканских дорогах. Если сравнить статистические данные за шесть месяцев этого года с аналогичным периодом прошлого года, число дорожно-транспортных происшествий осталось на том же уровне. При этом удалось добиться снижения числа погибших более чем на четверть раненых на 3,3%. Соответственно, снизилась и тяжесть последствий автоаварии. На территории Карачао-Черкесской республики за первое полугодие 2023 года зарегистрировано 1650 дорожно-транспортных происшествий, в которых 32 человека погибли, 240 получили ранения различной степени тяжести. Основными видами ДТП появились столкновения. Как правило, 1160 из них – это вид столкновения. Также для нашей республики, к сожалению, довольно актуальный вид ДТП – это наезд на животное. Как правило, это у нас хозяйственный скот, который где-то пасется вблизи автодорог. На автодорогах также наблюдаются и коровы, и лошади. Как правило, в этой ситуации у нас виноватыми оказываются владельцы всех хозяйственных животных, которые не осуществляют должного контроля за своим скотом, который они, естественно, должны осуществлять. Также у нас большое количество ДТП для нашей республики. Вообще, это довольно-таки серьезная цифра. Именно наезд на пешехода имеется в виду именно в местах, где положено было переходить пешеходу, а водитель, в свою очередь, не уступил ему и нарушил тем самым ПДД. Таких у нас зарегистрировано ДТП за первые полгода 23-го года 54. Есть и раненые, к сожалению, также есть, в том числе, даже погибший ребенок несовершеннолетний. Касаемо, значит, именно непосредственно нарушений ПДД, которые способствовали совершению дорожных происшествий, ну, самое у нас такое, самые тяжелые последствия, как правило, мы знаем от ДТП, связанных непосредственно с нарушением, связанными именно с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Вот, и в таких ДТП у нас, к сожалению, погибло в этом году уже 5 человек, 16 ранены. Вот, в том числе есть и несовершеннолетние дети, которые получили ранения различной степени тяжести. Вот, самое такое тяжелое, самое тяжелое последствие, именно от выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. Если бы брать по общему массиву, то больше всего ДТП у нас по причине нарушения правил расположения, то есть на проезжей части, вот, это уже, получается, на втором месте. На первом месте нарушение правил проезда перекрестков, вот, и в которых наибольшее количество человек погибло. Погибло 13 человек. Это очень внушительная такая цифра, неприятная. Вот, и, ну, что касается нашей работы в данном направлении, касаемо предотвращения ДТП на территории республики, непосредственно работаем именно по определенным, стараемся работать по определенным нарушениям, именно касаемо на участках, где уже у нас имеется вероятность того, что будет, может допускаться ДТП именно вот с выездом, скажем так, на полосу, встречное движение тоже, да, это вот, ну, работаем именно, отрабатываем, пытаемся отрабатывать именно вот эти участки, автодороги, которые наиболее уязвимы. Предупредить, значит, предотвратить. В Карачево-Черкесии проводятся дополнительные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил безопасности дорожного движения, влияющих на статистику аварийности в регионе. Информационно-пропагандистская акция, призванная повысить культуру безопасного поведения как водителей, так и пешеходов, прошла накануне и в республиканской столице. Ахмат Халкечев продолжил. Непредоставление преимущества пешеходам на переходах, а также нарушение правил самими пешеходами, является одним из главных факторов, влияющих на статистику дорожно-транспортного травматизма в регионе. Пешеходы не обращают внимания при выходе на дорогу, плюс невнимательность водителей. Пешеходу предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Цель профилактических мероприятий – доведение до всех участников дорожного движения необходимости взаимоважительного поведения. Печально на самом деле, что с той стороны, что с той. что с водительской стороны очень часто не пропускают. Или, скажем так, если пропустил, это потом машина улетает в полный газ. Ну и также с стороны пешеходов это очень некрасиво бывает. Ну у нас есть такое, как будто на дефиле она идет. Если к пошелым людям, которые еле ходят, ноль вопросов, человек с какой скоростью может с такой двигаться. Но многие переходят дорогу, как будто бы это не опасное место, а в парке он гуляет. То есть это абсолютно неправильно. Невнимательность водителя, особенно в городской среде, может обернуться весьма трагическими последствиями. Но и пешеходы, в свою очередь, своим преимуществом обязаны пользоваться исключительно в предусмотренных для перехода местах. И то лишний раз убедившись, что им это преимущество предоставляют. Наиболее частым проблемой, не проблемой, а причиной является то, что люди, переходя, пешеходные переходы, особенно молодое наше поколение, переходят в наушниках, то есть не видят и не слышат приближающийся транспорт, звуки, звуковые сигналы. Либо находятся в это время в гаджетах, то есть в социальных сетях и так далее. Это тоже отвлекает внимание, кстати, и водителей тоже. Нахождение в гаджетах, это тоже является нарушением, за которое предусмотрен штраф. Это для водителей, для пешеходов. Транспортное средство невозможно остановить мгновенно. Необходимо время на реакцию водителя и на тормозной путь. Поэтому прежде чем вступать на пешеходный переход, необходимо убедиться, что машина имеет возможность остановиться. Нередки случаи, когда машина на одной полосе останавливается, ну а в соседней водитель, не видя пешехода, продолжает движение. Такие ситуации очень опасны и, к сожалению, приводят к печальным последствиям, делятся полицейские. А вот в неположенных местах пешеходы часто переходят? Регулярно, постоянно. И какие сложности они для вас, как для водителя, в свою очередь, создают? И насколько эта проблема острая в нашем городе? Ну, бывает, просто выходят из-за объектов каких-то, из-за машин припаркованных, допустим, ну или если это глухая машина высокая, то есть фура или автобус, то есть это когда человек выглядывает, это прям может привести к печальному исходу. Не успеешь остановиться, или если успеешь, ну, соберет сзади тебя идущий транспорт. Тоже ни для кого это нехорошо. В условиях современного транспорта потока от беды может оградить крайне высокая бдительность как водителей, так и пешеходов, уверен полицейский. Ну а, как известно, повторение мать учения. Если не изменяет память, 500 рублей за пешеходный. Пешеход, когда в неположенном месте переходит. И все, ну, смешно. Профилактические мероприятия стартовали около одной недели назад. И в силу сохраняющейся непростой обстановки продолжатся до особого распоряжения. Полицейские будут вести особое усиленное дежурство вблизи пешеходных переходов с нерегулируемым перекрестным движением. Ведь именно на таких перекрестках резко возрастает риск возникновения аварийных ситуаций. Работа как бы ведется у нас не только в рамках дополнительных профилактических мероприятий, специальных профилактических мероприятий, но и каждодневно на маршрутах патрулированных. То есть само присутствие сотрудников недалеко от пешеходного перехода это уже дисциплинирует водителей. То есть наличие патрульного автомобиля в зоне видимости водителей, они как бы понимают, что если они не предоставят преимущества, то наступят последствия. Тут как бы уже срабатывает инстинкт, что это если сделать на виду, то обязательно наступит наказание. То есть как бы в этом случае считается наказанием неотвратимым. Результатом проводимой работы должна стать выработка полезной привычки у водителей на уровне рефлексов сбрасывать скорость заблаговременно. Ахмат Халкечев, Анастасия Лой, Вести Крачаева, Сергейсия. Перевозка специальной корреспонденции секретных и опасных грузов с вооруженной охраной. Сегодня в стране отмечается День образования службы спецсвязи России. Как осуществляет свою деятельность одна из системообразующих организаций российской экономики на территории нашей республики, выясняла Либбаташ. Каждое утро рабочей недели Андрей Сорокин приезжает в здание, расположенное в Черкесске по адресу Пятигорское шоссе, 22. Общий стаж его работы в спецсвязи пять лет. Служебный транспорт во дворе предназначен для решения главных задач ведомства. Перевозка секретной корреспонденции, драгоценных металлов и денежной наличности, наркотических и психотропных веществ. Для доставки корреспонденции груза в спецсвязи используют собственный автотранспорт, в том числе бронированные автомобили, а также транспортные средства, в которых поддерживается определенный температурный режим на протяжении всего маршрута. Перевозка осуществляется как по региону, так и по всей стране, а услуги оказываются государственным структурам, бюджетным и коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям и другим физическим лицам. Спецсвязь имеет широкую филиальную сеть по всей стране. Это 77 управлений, 138 отделений и пунктов. Перевозимый груз может быть живым. В частности, если вам необходимо перевезти лошадь, не опасаясь за ее сохранность, то в спецсвязи есть для этого все условия – вооруженная охрана и специальный транспорт. Кстати, услуга перевозки чистокровных лошадей есть только в Карачаево-Черкесии. Грузы на всем пути следования сопровождаются сотрудниками, фельдигирями, вооруженными служебными оружием. Государственный статус компании – это высококвалифицированный персонал, современная материально-техническая база, инновационные цифровые решения и высокие стандарты безопасности. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить сотрудников, всех работающих, пожелать им здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе. Главный принцип работы предприятия – полная сохранность перевозимых отправлений и их своевременная доставка. За все время работы филиал управления спецсвязи в Карачаево-Черкесии показал хорошие результаты и является надежным поставщиком транспортно-могистических услуг, гарантирующих сохранность веренного груза. Али Баташев, Анастасия Лой, Вести Карачаево-Черкесия. 23 года в эфире. 1 августа 2000 года телезрители увидели информационную программу с новым названием «Вести Карачаево-Черкесия». Два десятка лет мы освещаем политические, социально-экономические, культурные, спортивные события. «Вести» стали визитной карточкой нашего телеканала. Над каждым выпуском программы работает целая команда оператора, корреспондента, редакторы, режиссеры, монтажеры, инженеры, водители и многие другие специалисты. Программа «Вести» Карачаево-Черкесия выходит в прямой эфир несколько раз в день и в разное время, а также с учетом специфики регионального телевещания. Ведь только на нашем канале пять национальных редакций и «Вести» говорят на разных языках республики. А начиная с этого года один раз в день в эфире канала «Россия-24» выходит и выпуск «Россия-24» Карачаево-Черкесия. Наша республика богата своим историческим прошлым. Свидетельство тому многочисленные находки археологов, которым исчисляется не одна тысяча лет. Сегодня в рубрике «Наши наследия» мы расскажем вам о деятельности археологического музея в Карачаевске, чья коллекция без преувеличения может поразить воображение. Подробнее Шерифат Лепшокова. Сотни древних артефактов, которые исчисляются тысячами лет. Все это можно увидеть в первом республике археологическом музее, расположенном в стенах Карачаево-Черкесского госуниверситета. Но почему именно здесь? Вопрос риторический, поскольку ВУЗ имеет давние традиции археологических изысканий. При входе в музей взгляд посетителя сразу ловит необычный экспонат, вмонтированный прямо в пол. Склип со скелетом пятилетнего мальчика наглядно демонстрирует, как проводились захоронения около полутора тысяч лет назад. В зале имеются находки и гораздо более древнего периода. Заведующий музеем Ахмат Айбазов рассказывает, фунды достаточно быстро пополняются, помогают и жители близлежащих населенных пунктов. Приятно удивляет бережное отношение людей к древним артефактам. Они хранят и приносят в музей обнаруженные ими находки, что не может не радовать. Помогают и студенты исторического факультета. Ребята – наши помощники, признается Ахмат Айбазов. Мы их активно вовлекаем в работу. Археологический музей открылся четыре года назад. Это стало событием. Появилась возможность увидеть в одном месте древние экспонаты, найденные исключительно на территории республики. В экспозиции имеются уникальные артефакты, которым насчитывается до пяти тысяч лет. Как этим кусочком циновки, найденным в Адельхалке. Два года назад, в ходе реконструкции автодороги федеральной трассы, строители обнаружили несколько курганов высотой до пяти метров. К работе тут же подключились археологи, среди которых был и Ахмат Айбазов. В ходе раскупок на глубине 11 метров была обнаружена катакомба с четырьмя скелетами. Под ними лежали циновки. В республике в ходе раскопок археологи нашли еще немало артефактов. Сосуд, он из села Важного, также под реконструкцию автодороги, несколько лет назад попал участок с курганами в аулии Сартуис, в селе Важном. Там в пустных погребениях, в этих курганах, курганы тоже эпохи бронзы, но там из пустных погребений попал вот такой вот один из самых крупных наших экземпляров в экспозиции. Это вот такой тарный сосуд 8-го и 10-го века. Наверняка хранили в нем какое-то зерно. Большую часть экспозиции составляют женские украшения. Один из редких экспонатов – ожерелье из зубов и костей рыбы, которому также около пяти тысяч лет. Украшение было найдено в аулии Сарасиус в курганах эпохи бронзы. Этот стенд для нас он самый такой любимый и памятный. Наверняка, может быть, это связано с тем, что это экспонаты, которые нам еще до открытия музея, практически перед открытием музея, подарил человек, который живет в районе под названием Бойня, близ Карачаевска, который нашел вот эти вот предметы на своем участке. Долго ждал открытия музея, чтобы это все вручить. Здесь есть стеклянные бусы с перламутром, стеклянные браслеты. Это все женские украшения средневековые, очень интересные кольца. Также есть практически миниатюрное такое стеклянное кольцо. Вот вы здесь можете наблюдать. Они все с каким-то очень интересным орнаментом. А здесь вот такой вот мелкий бисер, тоже стеклянный. Все тоже покрыты перламутром. И так называемый инвентарь женской сумочки. Это ложка цедилка, коповушка, ногтечистка, стоматологическая ложка. И это ручки от кисточек, которыми девочки в то время или девушки наносили макияж. Археологический музей является обладателем еще одного уникального артефакта. На сегодняшний день единственного в мире. Это элементы наборного пояса из бронзы, покрытые золотой фольгой с изображением лесы. Они датируются восьмым-десятым веком и были найдены в Нижней Тиберде. Оригинальность изделий в выборе орнамента и его ювелирном исполнении. А этот стенд вызовет улыбку у тех, кто в детстве играл в альчики. Возможно, для некоторых станет открытием, что игра была известна тысячи лет назад. И тогда это были барани и козья строгала, тюркские народы и сегодня их называют ашик. Альчики с возрастом около пяти тысяч лет. То есть они известны уже в третьем тысячелетии до нашей эры. То есть известно, что люди играли в эту игру. Наверняка какие-то правила поменялись. Если вы обратите внимание, вы увидите, что на некоторых есть отверстия. Видимо, они использовали как амулеты какие-то выигрышные свои альчики. Музеем было сделано еще одно значительное приобретение. До образования Хумаринского городища неподалеку от тех мест находилось древнее поселение, которое известные советские ученые и археологи Мария Абрамова и Ханафи Беджиев изучали еще в 50-е годы. Все найденные имя артефакта были отправлены в Москву. Ученик Абрамовы Владимир Малашев, не раз проводивший в нашей республике раскопки, узнав, что в Карачаевске в стенах КЧГО открывается археологический музей, приложил все усилия, чтобы вернуть экспозицию на родину. Это стало бесценным подарком. Теперь огромная коллекция в более чем 500 единиц находится здесь, в музее. Большую ее часть составляют керамическая глиняная посуда, золотые и бронзовые украшения. Шрифат Лепшукова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Триумфальная премьера в Кисловодском цирке. Продюсерский центр Геерадзе и российская государственная цирковая компания представляют шоу «Пять континентов». Репортаж Светланы Шагановой о ярком и грандиозном зрелище. Смотрите далее, а наш выпуск завершен. Продюсерский центр